Мониторинг положения дел в дачных кооперативах сотрудники милиции ведут постоянно. И иногда они заканчиваются даже возбуждением уголовных дел. Как это произошло в Кобринском районе, женщина, которую избил муж, обратилась в милицию. Когда к дому подъехали правоохранители, виновник сначала попытался скрыться, а затем пошел в атаку на правоохранителей. Стреляю! Ваня, положи, не шучи! В свою очередь, беглец решил выйти на сотрудников милиции с топором в руках. И только вид табельного оружия его испугал, и он его опустил. В настоящее время мужчина является уже фигурантом уголовного дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. А также на него был составлен ряд протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. То есть, подводя итог вышесказанному, в первую очередь, надо всегда не бояться, если произошли противоправные действия в отношении вас, насилия, преступления и так далее, надо сообщать в милицию. Вот такое, поистине, горячее лето на даче. Правоохранители мониторят дачные кооперативы на предмет профилактики краж имущества. Такое преступление тут совсем не редкость. Только за полгода из дачных кооперативов области, а их свыше 700, совершено более тысячи краж. Большей части наши люди из-за своей беспечности самые виноваты в том, что происходит краж из их жилища. Кто-то не запирает замки, кто-то не ставит забор, кто-то не пользуется видеонаблюдением, кто-то оставляет на общем обзоре, на видном месте какие-то очень ценные вещи. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, необходимо применять элементарные меры безопасности. А они на самом деле просты. Это и дружба с соседями, которые, если нужно, присмотрят за вашим домом и имуществом, и охранные животные собаки, и элементарные замки настроения. Именно у нас краж не было. Но на соседских участках я знаю, что были кражи, и неоднократно были кражи. Буквально через дорогу у соседа, наверное, позапрошлом году, влезли домой. Он там что-то делал, у него был кое-какой инструмент для работы, скажем так. И там болгарку, по-моему, украли, дрель украли. Сейчас на наших дачах нет краж. Вот именно на нашем участке, который здесь находится, у нас нет. Раньше были, да. Мы раньше держали здесь уток, курей. То как-то были утки, поворовали. Но это лет 8 назад, может быть. А сейчас спокойно. Здесь у нас собаки, поэтому все спокойно, слава Богу. С соседями мы очень хорошо. Соседи здесь живут постоянно. Мы с ними дружим. Вот они целое лето здесь. Там сосед, здесь соседи. Все хорошие. У нас здесь все хорошо. Стараемся закрывать. И на замки заборы ставим. С соседями дружим. Те, которые часто очень приезжают. У нас на постоянной основе живут. Поэтому иногда видят, кто, если кто-то чужой приходит на территорию. Подсказывают. Были такие случаи, что приходили чужие? Были. Были. Ну, благо в последнее время как-то у нас все заканчивалось нормально. То есть инцидентов не было никаких. Есть и другие варианты охраны собственности на дачах. Это подключение садовых домиков к охранной сигнализации. Но этим путем идут далеко не все дачники и организация своей собственной охраны. Или по мере необходимости обращение за помощью к тому же участковому. Если в свободное время, то обязательно заезжаем сюда. Подразделенные люди какие-то ходят посмотреть ручную кладь, сумки, что несут. Как-то было у нас, что в последнее время ходили лица, злоупотребляющие напитками, они собирали металлолом. Смотрели где-то так за заборами, что плохо лежит, где какой ржавый какой-то металл. Может быть и сам же хозяин бы сдал его тоже, не то время не сдавать. Но тем не менее, такие люди тоже имели место быть. Они полезут за металлолом и возьмут какую-нибудь болгарку. За гаражом видят, что открыто что-то. Они ходили вдоль железной дороги, вот у нас там. С Дубровки, с микрорайона Дубровка, вот такие вот лица, ходили и собирали. Но сейчас мы их установили, и они уже сюда не заходят. Так что охрана личной собственности в первую очередь забота самих дачников. А мониторинг положения дела на садовых участках и в дачных кооперативах правоохранители обещают проводить постоянно. Юрий Печер, Александр Севицкий, телерадиокомпания Брест.